Встреча с Санкт-Петербургом Встреча с Санкт-Петербургом Сейчас депутат Галкина вышла с инициативой Собирает подписи на своем сайте Галкина СПП РОВ За строительство метро В Красносельском районе Сейчас, на современном этапе На сайтах метрополитена Нарисована информация Что это строительство на юг То есть это Крудинской ветки Продолжение более-менее реально А ответ, значит, вот метро в Красносельский район, его нет. Значит, ответ на запрос жителя Красносельского района метрополитен ответил, что если, значит, дело пойдет, то мы построим, значит, депо у нас, значит, где-то в районе там улицы, ну или Брестского, или Доблести, значит, депо и промежуток, так сказать, санкция казаковская будет, не будет, значит, в таком духе. То есть, проект, значит, вообще серьезного строительства метро в Красносельский район даже вообще не обсуждается на современном этапе. И так вот, если мы сейчас говорим о том, что вот это 6 километров метро надо, да, так надо сначала эти 6 километров метро построить на запад от Кировского завода. И эти 6 километров на запад от Кировского завода, они решают проблему Красносельского района. Это вот, значит, строительство, это для старых жителей, ну, вот Лигово-Сосновые поляны и для Анамы. Да, да, да. То есть, это, значит, следующая станция метро, это Кировский завод, идет ответвление. Следующая, значит, угол Жуковского и Казакова, ту, которую сейчас нас губернатор переименовал Юго-Западную. Да, Брестская. Следующая станция, это, значит, угол Доблести, то ли Ленинского, то ли Казакова, ой, то ли Захарова на запад. И следующая станция, это вот угол Петергофского шоссе и Трибуца-Горькавова. Это расстояние тут порядка 6 километров. Так вот, таким образом получается, что жители, значит, Лигово-Сосновые поляны, а в основном в строящихся районах... А 6 километров, я скажу, это всего порядка 24-25 километров. Да, да, то есть, эта сумма незначительная, речь идет о значительном количестве населения. Да. И эти жители, значит, получают, значит, многие из них шаговую доступность, а некоторые получают, значит, ну, там, максимум 5-7 остановок до метро, наземным транспортом. Значит, надо еще учесть то, что жителям Сосновой поляны и Лигово метро было обещано ровно 50 лет тому назад. То есть, вот это социальное... Почему я назвал это демагогией социальной, что вот это, значит, околпачивание населения, или, как его, так сказать, обвод населения вокруг пальца продолжается уже до порядка 50 лет. И поэтому обсуждение, значит, тут этого особенно безумного проекта, значит, углубление метро с проспекта Ветеранов, когда оно выведено, тупикован уже. Его, если, значит, углублять оттуда, это, значит, дополнительные безумные траты денег требуются. Требуется, кто, так сказать, ну, хотя бы знаком с макшейдерскими строительными работами, понимает это. И дальше. Хотя у нас вот этот район остается. Или, значит, опять безумный проект, это строительство второй станции метро на Крестовском острове. Тоже, значит, вообще непонятно. При наличии уже шести станций в Приморском районе построить еще седьмую, восьмую. Там живут заедневесованные лица. Нет, не то, что заедневесованные лица. Так эти лица, да, они на машине ездят. Да, но там проблема следующая, что там 60-тысячный, даже более, стадион. С самого начала было ясно, что проблему надо решать. Как тут возить народ, неясно. Пешком там, там, по минут 40-45 до станции. Нет там никакой проблемы. Почему? Стадион был этот, ну, стадион имени Кирова. Проблема решалась и без метро. И люди... Да ладно, решалась она. Она не выезжала, если выходила. Не выезжали они, а выходили. Я по себе знаю, я на стадион туда ходил просто. Ну, ходили, так, что сейчас значит? Я реально шел до Петроградской пешком. Потому что ни в автобусе, ни трамвай здесь было нельзя. Почему убрали трамвай, значит? Сейчас, значит, почему речные трамвайчики убрали? То есть это вообще не та проблема, значит... И, значит, почему, значит, вообще разовое мероприятие должно, значит, на разовое мероприятие тратиться, значит, там, десятки миллиардов рублей. Ну, я и больше, более скажу. У нас есть... Из-за того, что кто-то не может дойти там, значит, раз это, но в квартал это пройти 2,5 километра, что ли, до станции метро. Есть сейчас 10 метро. Да. Вестовский остров. Весь пассажиропоток за час он туда пройдет. Если часть поедет на морском, это на речном трамвае, часть, значит, сядет в метро, часть, значит, уедет на личном автотранспорте, нет проблемы. А вторая станция прямо непосредственно близкостью этого стадиона, это говорит о том, что, значит, тогда надо продать билеты на эту станцию, чтобы войти после матча. Иначе, значит, там, 5-10 тысяч, значит, одновременно за 10-15 минут не войдут. Да, конечно, поэтому там 2 станции планируются. Там планируются 2 ветки. О, еще 2 ветки. 2 ветки, ладно, маразм. 2 ветки, а не там. Поговорят, сидят без метро, а, так сказать, ради футбола мы там будем стоять метро. Я вам больше, более расскажу. Вы же знаете, что у нас где-то в сентябре, в октябре будет встреча большой двадцатки в Бетербурге. Да ты что? Да. И они ради этого строят фактически специальную то ли развязку, то ли врезку, накат. Специально только для того, чтобы она работала 3 дня. То есть она прямо от Пукова ведет накат в районе именно вот нашей сейчас на Улянке. И дальше она то ли будет в качестве этого, то ли в качестве врезки. И персоны, которые будут ездить в Константинский дворец, они будут ехать по этой специальной дороге, построенной только с Кивчинной длиной, построенной на 3 дня. После этого, как будет закрыто, они будут проезжать накат, выезжать на Волховку, ехать в стрельню. То есть вот. То есть на 3 дня сейчас строится специальная дорога со специальной развязкой, как она выглядит, не будет. За достаточно большие деньги. И специальная вип-дорога для персон, для этих самых... А она еще через неделю развалится. Непонятно, что с ней будет. За счетами двадцатки. Если она будет развязкой полноценной, если она будет полноценной развязкой, то ее можно потом будет эксплуатировать. А если она будет врезка, представляешь, как врезка происходит. Это, грубо говоря, у тебя различная линия между двумя полосками. Она на это время снимается, и по ней можно ездить в какую-то другую сторону. Чтобы варьи не было, как перекрывается на эти дни. В этом куске. Что очень будет здорово. Да. Для пассажиров, для автомобилистов. Да. Она вот перекрывается. Вот такой проект. Поэтому я когда говорю о транспорте в Пулково, я же пытаюсь быть реалистом. А реалист – это надо понимать, в какой стране мы живем. Что можно полностью проманкировать интересами полумиллиона человек, то есть население Кировского района, значительная часть, и население Красносельского района, но построить станцию метро на Крестовский остров стадиону. И точно так же можно плюнуть на их интересы, построить специальное продление за какие-то совершенно несусветные деньги, за 80 миллиардов рублей. Вот только здесь, еще на северный участок, на Крестовский остров тоже требуется. Можно их потратить и построить какое-то странное продление. Да 80 миллиардов рублей по господа. Это практически чуть ли не наша ветка от меня отсюда, то есть от Слигова, до площади восстания. Настолько же стоит. Откуда такие безумные деньги, такие безумные траты. Вот. Но надо быть реалистом, что если у нас есть какое-то проистолетическое мероприятие, Олимпиады в Сочи, чемпионат мира, то надо попытаться получить от этого от государства столько денег, сколько можно получить. На несчастных 370 тысяч жителей Красносельского района получить деньги никак нельзя. А под чемпионат мира получить их можно. Но я хочу сказать, что если бы наш народ был посмелее, мы бы имели вторую станцию, линию, систему метрополитета, типа СБАНа или РЕРА, примерно за такие же деньги. У нас было бы там, соответственно, 4 линии и порядка 120-130 километров. Это было бы чрезвычайно здорово, потому что она выходила бы на поверхность. Строим этот южный, скорость спутников. Несколько километров путей туда, по поверхности двинули, вот и сделали все. Вот у тебя и есть и движение. Вот я считаю, что вот, извините, я перебил вас, Игорь Юрьевич, что вот это, значит, опять упоминание про этот южный, это является подыгрыванием элементом социальной демагогии. То есть там его нет и не будет, значит, на болотистой местности, где, значит, надо проводить миллиардативные работы. И мы, значит, сейчас это про этот южный рассуждаем на полном серьезе. Это мы как про полет на Марс рассуждаем. Вот у нас есть Красносельский район, есть 370 тысяч населения, есть строительство, значит, колоссальное жилья, а нам, значит, вместо этого давайте построить к 19-му году одно депо. Что значит депо у нас построить на этой ветке? Это фактически... Нет, построить. Это фактически речь идет о том, что на одной ветке нам будет находиться 3 депо. Значит, любому здравомыслящему человеку не надо иметь железнодорожное образование. Понятно, что на одной ветке 3 депо, при наличии 6 там по планам сколько это веток, это глупость. Надо депо, чтобы были на других ветках. Понимаете? Даже вот такое что. То есть посмотреть на это... Нет, не для этого радиуса специально, что у нас депо, почему? Нет, не для этого радиуса. Почему, значит, вот сейчас на схемах метрополитена нарисовано, значит, это от Кировского завода и на восток до Лиговского проспекта. Я смотрел, значит, неделю и думал, а где обоснование этого, значит, этой ветки? Там нет пассажиропотока. И нету, значит, того, чтобы задыхалось, значит, это пересадочные узлы. Нету такого. Где обоснование? Потом, значит, это, ну, раз читаю в одном сообщении строительство депо, в другом строительство депо. Вот оно, обоснование. Эта ветка от... Забирает, значит, составы со всех этих веток, пересекает, вот эта шестая, как она назвали, это, ну, она просто забирает, она технологическая. И все. И отвозит в депо. Вот. Поэтому Болтавченко, значит, с такой, я так думаю, что, с такой легкостью и двигает, значит, строительство этой ветки то туда, то сюда, значит. Предыдущий, значит, губернатор. У нас, значит, был срок пуска вот этой станции угол Казакова и Жукова. Это, значит, было 2004 год. Это, так сказать, вот последний из перенесенных сроков. Вот так. А еще раз, вот повторяю, так сказать, что 50 лет обещают метро, значит, это вот в Кировске, Красная, это район, то есть вот то, что было в Сосновом Поляне и Лигово. 50 лет. То есть 50 лет назад был прекрасный прожект или проект. Когда, значит, была пускалась эта Московская Петроградская ветка, когда метро в Санкт-Петербурге было от Автова до Филянского вокзала, когда, значит, снесли церковь на Семной площади, где тогда она Площадь Мира называлась, и тогда, значит, в обосновании вот этих действий, что это все производится для блага народа, и вот такой, значит, проект, прожект, значит, в газетах был описан, что будет на Площади Мира гор-аэровокзал, где пассажиры со всего города смогут собраться, пройти, значит, контроль, и сесть на вертолет, вертолетная площадка, и перелететь в Пулково за каких-то там 15 или менее минут, и перелететь, значит, и лететь дальше. Вот так. А вот эта вновь строящаяся линия Московская Петроградская в дальнейшем будет продлена до Пушкина, города Пушкина, а первая ветка Кировско-Выборгская будет продлена до города Петродворец. Вот такие были проекты в середине 60-х годов. Это была генерическая эпоха, я была не на Марсе, должна быть цельский. Да, это было 50 лет назад. И вот из этих 50 лет назад, значит, тут поменялись эта концепция, поменялись, значит, некоторые варианты общественно-экономического устройства, значит, поменялось там только состояние, менялось население города в сторону падения и увеличения, и что, и мы теперь вот занимаемся демагогией студии. Нет, вот в Нищиндии, если память не изменяет, в 2004 году первый раз появился у них метрополитен. И где? В Дели. В Дели. А, в Дели в 2000-е? Да. Ну, работают люди старые. И за это время их там 200 километров уже. 200 километров за 9 лет? В Пекине в какой-то год, по-моему, было в конце 2008-го года или 2007-го года, в год было открыто 300 линий метрополитена в год. В линии или как-то? В линии, 300 километров в линии. А, 300 километров, ну да. А источники финансирования, значит, говорили, значит, источник финансирования очень простой, значит, первый вообще, лежащий на поверхности, у нас, значит, постоянно несколько лет, по крайней мере, 2-3 последних 4 года идет неисполнение бюджета. Бюджет Санкт-Петербурга исполняется не более, чем на 80%. Так, значит, если заложить, законодательное собрание просто принимает правила, если мы не использовали этот бюджет, то мы, значит, эти деньги переводим на строительство метро. Вот и все. И это будет, я считаю, что не социальная демагогия, а действительно ответственная политика. Если не умеем планировать, значит, свои расходы, то тогда, значит, таким образом, вот, это будет понятно. А всякие рассуждения, что у нас возрастет пассажиропоток в Пулково, когда-то там, да, кто-то будет летать там, значит, потом, значит, или мы, значит, будем этот город Южный, значит, где на болоте сейчас это там строить, когда у нас вот конкретно построено, и 370 тысяч уже сегодня живет в Краснотельском районе. Да, это все, это все это есть. Это действительно поразительно, причем народ так не хочет вбиваться в инфраструктуру здесь. Это действительно факт поразительный, но к этой цели надо проверить и пытаться адаптироваться. Так что поэтому адаптироваться заключается в том, что... Адаптироваться надо поэтому пытаться, но если народ хочет от федерального бюджета получить деньги, то он никогда от федерального бюджета не получит деньги на строительство миров в Краснотельском районе почему-то. Почему не получит? Это зависит, прежде всего, от жителей и от населения. От него они получат. Например, строительство Полково и подготовку к чемпионату мира от федерального бюджета на полные деньги получить можно. Поэтому народ и говорит, давайте две ветки около стадиона протащим. Значит, Стас, я просто расскажу, что они планировали. Одна из них – это загибается нескоро-слеостровская, мимо Приморской. А вторая – это вот, которая Пробережная, проспект Большевиков, дальше станция метро Театральная и она вот по всем Васильевском острове тоже туда загибается. И у нас там две ветки сходятся. Ну, то есть четыре ветки будет на Васильевском острове и ни одной ветки, ни одной станции в Краснодаре? Четыре, две. Четыре. Ну, как, в смысле, и три Приморская, вот сейчас станция, и еще две. А, не станции? Нет, станция будет больше. Нет, веток будет проходить, получается, три. Две. Нет, если бы ты назвал сейчас три. Так я две назвал. Нет, ну, одна вот эта с Васильевостровской пойдет. Да. Вторая? Да, вторая Пробережная, Театральная. Да. И все. И третья по намыву пойдет, по намывным территориям. Нет, там никакой. По намывным пойдет, который мне придет. Я вот сейчас недавно посмотрел эту схему метрополитена картинки. Я так посмотрел на эти картинки. Это типа того, что дети рисуют кривые линии. Значит так это. То есть это какой-то абсурд вообще. Бред. Фантазий мог называть. Да, фантазия. И это выдается под схему, значит, метрополитена. И вот пример того, что вот эти фантазии, как полгода назад, там шесть или девять месяцев, в метро поменяли схемы, повесили вот эту шестую линию, которая идет на восток от Кировского завода. И тут же, значит, не прошло это того, и люди не успели привыкнуть к этим картинкам. Тут же, значит, это обсуждается на полном серьезе. Значит, вот безумные проекты, значит, в Пулково, в Южный, значит, вторую и третью станцию к стадиону. Ну, а районы, значит, вот такие. Остаются вообще. Так надо эти вещи просто называть своими именами. Ну, не барли, не барли, перетопчутся. Ну, перетопчутся. Опыт показывает, что все крупные аэропорты в Европе оснащены системами скоростного в лесу транспорта. Это вот так. Это действительно так. Потому что пассажиропоток у них обычно большой очень. Это и Берлинский аэропорт, и Парижский. И все возможное, и все возможное. А что касается Пулково, конечно, это надо не отставать от западноевропейских городов, но надо сначала, прежде всего, выработать политику в области метростроения и в области, значит, подземного вот этого, ну, железнодорожного транспорта. То есть, выработать концепцию развития города, а не бросаться, значит, каждые 2-3 года из стороны в сторону. То есть, это рисовать какие-то картинки фантастические, в интернете выкладывать. Причем, эти картинки довольно-таки не безобидные. Очень много людей в эти картинки верят на полном серьезе. Так же, как, наверное, там, сколько там, 50 лет тому назад верили в программу строительства коммунизма. На полном серьезе люди, да, у нас метро... Не-не-не-не, это на вот это только те, которые в отеле подают, только великолепно. Нет, на вот верят, реально. Верят, у нас метро будет, так далее. Вот, в интернете я читал, я видел картинку, все. А люди, значит, даже не задумываются, что 2019 год, это довольно-таки уже... это и то 6 лет надо ждать. А не будет ли это сделано, значит, опять ли не начнется безумное обсуждение какого-нибудь там Южного или Пулкова? Ну, вот так. То есть, я уже говорю, что... На мой взгляд, давайте я подведу определенные итоги. На мой взгляд, за те сумасшедшие деньги, которые потребовали для этого можно построить СБАН в Петербурге или РЕР. Это первое. А второе, если мы действительно хотим строить метро в Пулково, то строить самостоятельную ветку не путем продления проспекта Ветеранов через Юлянку. Самостоятельную ветку от Ленинского проспекта до Пулково через Дачно. С тремя остановками. И все. То есть, или на Москву, или на Ленинске, или на площадь, на Московскую площадь Домсоветов, или, значит, там по Дунайскому проспекту. То есть, в любом случае, отдельно стоящая ветка, или, значит, по Новоизмановскому проспекту. То есть, ну, никогда. Да, у нас станция Крыльянские проспекты, Московская, три километра всего. Да, да. То есть, при желании эту штуку действительно можно продлить на три километра. Будет стоить еще порядка 12-13 миллиардов рублей. То есть, сумма, по сравнению с которой попросили его администрации, не очень небольшая. Но надо делать обоснования. Да, и в этом смысле. Вы же знаете, как провалился народ у нас с Ленией в Купчино. Ну, все говорили, ну, на Волковской нет пассажиров потока. Ладно. Его и не будет. По стволу Бухаревскую международную, там тут будет пассажиропоток. По стволу международную, нет пассажиропотока. Пассажиропотока-то нет. Да. Почему нет? Ставая полку Купчино, там порядка двухсот тысяч человек живет. Нет, нет. Там нет такого. Нет, нет. Нет. Ну, в смысле того. Всего в Купчино живет полумеждународный человек. От международной до этого Купчино там, извините меня. Она стоит в посередине старого Купчино. Почему международная? Нет. Она стоит на этом. у Волковского кладбища. Нет. Причем у Волковского кладбища. Ну, у Белокуна и Бухареска. Международная? Да. Точно стоит, да. Но у нее саловая Бухареская стоит и Бухареская. Ну, и там нет пассажиропотока. Там нет пассажиропотока. Кто ошибся, а как так получилось? Почему нет пассажиропотока? Кто ошибся и как это получилось? А кто ошибся, нет такого человека, потому что никто не считал. Вот надо вот это признать. Ну, признаться, и я тоже бы ошибся. Я бы ни за что не поверил, что пассажиропоток там будет такой маленький. Я очень люблю признаться. Просто очень. Так надо у народа было спросить, провести исследование. Все думают. Народ даже в призна... Кто думал? Кто это? Призные специалисты, типа Энди, всерьез обсуждали такие темы. Какой Энди? Кто-то есть такой ВАИКОПНОЕ в области транспорта. Ну вот, а где? И будет ли у нас на международной новая пионерская? Да это блин, все пока вы. Не оказалось, фиг там нет пассажиропотока и все.